друзья сразу предупреждаю ролик достаточно длинный нестандартно длинные но это вся длина это удовольствие как герпес адольфович крошит вообще на лоскуты взыскателя из тиньков тиньков многим попортил жизнь нервы поэтому у кого чувство мести обостренное пожалуйста наслаждайтесь вот вам на блюдечке с голоду с голубой каем очка 0 здравствуйте здравствуйте она поступает из банка тиньков меня зовут евгений витальевич и делали структуризации павел александр черном совершенно верно я звоню по поводу вашей задолженности звоняю с целью предложения программа лояльности от лица банка а в ранее программу реструктуризации общей суммы долго предлагали движения за мне много что предлагают но милитарно не могут удовлетворить простые мои вопросы я не воспитан так чтобы просто верить непонятно кому и что скажите пожалуйста вы сотрудник банка вы можете назвать номер договора моего чтобы я был уверен что это вы из банка звоните не вопрос очень хорошо было бы потому что для других это вопросом оказалось 02-194-12-038 простите это номер анкеты а номер договора который вы можете производить платежи нет простите у меня есть только анкета и номер договора а где у меня его посмотреть можно вы можете мне подсказать где я могу из всего пакета документов которые я получил от вашего курьера у меня есть анкета правила оферта и ну в принципе ну еще какие-то там инструкции непонятные сама карта и все договор откуда у вас эти цифры это номер вашего договора ваши реквизиты другими словами есть номер карты реквизиты можете платить я прошу сердечно прощения либо я не услышал либо вы не озвучили свое имя отчество мне просто так сложно не знаю в день гене витальевич я предсказался простите видимо я пропустил мимо ушей у меня мужика громко в автомобиле была включена а евгений витальевич слово договор подразумевает однокоренное со словом договариваться то есть каким-то образом фиксировать отношения договор подразумевает в принципе два экземпляра насколько я понимаю я и задаю всем вам вопрос где второй экземпляр который должен быть у меня где он почему у меня его нет анкета заявления как это заявление у вас и не анкета заявления и ты понимаешь договор анкета это анкета анкета это ни о чем анкету можно заполнить куда угодно вот сейчас заполняю анкету для получения шенгенской визы но это не значит что я кому-то что-то буду должен как только я ее заполню. Вы же должны понимать договор. Еще простыми словами можно обозначить долговая расписка, но настолько насколько эти слова просты, настолько же они и серьезны. Потому что в законе о банках и банковской деятельности Сергей Витальевич обозначено, что все финансовые отношения между юрлицом, кредитным учреждением, а именно банком и физическим лицом, клиентом банка должны фиксироваться долговой распиской с росписью двух сторон. Полномочных делать собственно эти росписи. Вы закончили? Нет, пока еще нет. Подождите, наберитесь терпения. Да, да, жду, конечно. Вы еще помимо того, что ждете, пожалуйста вникайте в то, что я вам говорю, потому что на основании вот этого всего сказанного будет формироваться наш диалог, если вы собственно говоря негидируетесь. Так вот, договора у меня нет, соответственно финансо-денежных отношений я должен констатировать тоже нет. Только вот домыслы чьи-то. Закончили? Ну, все зависит от того, что вы мне сейчас скажете. Заявление анкета, подписанное вами, содержит все существенные условия договора кредитования, с которыми вы были, я не закончил, я не закончил, вы были ознакомлены, согласились и подписав, приняли договор, считается заключенным. И датой начала действия вот этого договора является дата совершения первой операции по карте. В данном случае, согласно статье 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор не может быть заключен, может быть заключен, извиняюсь, я оговорился, в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Друзья, простите, позволю вмешаться, буквально небольшой комментарий вставим, послушайте, пожалуйста. И вот тут он прав. Да, вот это оговорочка, если не установлена определенная форма. Так вот, друзья мои, если существуют отношения между лицами юрлицом и физлицом и так далее и тому подобное, то в формате финансо-денежных отношений, то есть в формате «дал-взял» простым языком выражаясь, должна существовать долговая расписка. Вот и все. Простой пример. Вы берете у соседа деньги и пишете ему расписку. Если вы ему заполните анкету с какими-то там условиями непонятными, то, скорее всего, у соседа ничего не получится в официальном формате взыскать с вас. Никаких средств вы ему не отдадите. Ну, это что касается официальных разбирательств. Естественно, вот этот набор документов, анкеты и всего остального. Казалось бы, вопрос, а почему Тинькову не сделать все по уму? Да очень много моментов. То есть долговая расписка должна фиксироваться росписью двух сторон. В присутствии, собственно, этих сторон. Это раз сторона, которая дает деньги, либо лицо, доверенное на основании доверенности. И сторона, которая получает деньги. И все должны, скажем так, одномоментно взять и расписаться. Если это юрлицо, то там должна стоять печать, подпись директора. Если нет возможности директора, директор должен написать доверенность. То, что происходит в нормальных банках. Ну, на самом деле, я сейчас о содержании договоров не говорю. А вот как вы получаете в обычном банке, в том же Сбербанке, там существует простая схема. Вы приходите, сотрудник подписывает за директора, за руководителя. Но у сотрудника есть на то право. То есть доверенность. Он и пишет, что, если возьмете договор нормальный, почитайте, что там ООО такое-то, ЗАО, ПАО там, название банка, в лице директора, действующего на основании устава, либо в лице того-то, того-то, действующего на основании доверенности. Вот если такой фразы нет, уже договор неправильно составлен. Таких, кстати, очень много. Поэтому можете взять сейчас свои договоры и посмотреть, есть ли такая фраза вначале. А у Тинькова вообще даже как такового документа этого нет. То есть, да, можно, как он сказал, в виде анкеты, вот это все в любой другой форме, но это не касается отношений дал-взял. Это может быть, в виде оферты заключена, там, договоренность какая-то, на оказание услуг, там, починка обуви, какое-то абонентское обслуживание, там, я не знаю, там, клининговых компаний, или, там, договор с такси, фирмой и так далее. Там, ну, много можно примеров, но на основании закона и банковской деятельности, вот эти отношения должны фиксироваться распиской. Слушаем дальше. Активируя карту и воспользовавшись предоставленными кредитным лимитом, вы подтверждаете действительность заключения договора, соглашаясь со всеми его условиями, в том числе тарифами и ставками. Я закончил. Отлично. Об этом не нужно было говорить, потому что вы закончили, так только начали. Дело в том, что то, что вы прочитали в первой части свои тирады, вы прочитали из своего скрипта, но это переписано конкретно с договора, с этой бумажки, с анкеты, да, то есть подписывая анкету, вы соглашаетесь с условиями договора. Вот. Ни один договор, ни одна бумажка, ни один документ не может стоять выше закона. Это, собственно, утверждение аксиома. Вот. То, что вы после этого озвучили какую-то статью и обозначили в ней формы, существующие для договора, для отношений, это тоже верно, но в той лишь только степени, если они, подождите, терпение, только лишь в той степени, если они не относятся к финансо-денежным отношениям. А именно отношения, я же вам сразу и сказал, а вы пропустили, потому что вам не угодно эту информацию слушать, потому что она всепоглощающая. Так вот, отношения, я повторю, отношения между кредитной организацией, выдающей деньги физическому лицу и, собственно, самим физическим лицом регламентирует закон о банках и банковской деятельности. И той самой 413-й статьи в этом законе нет. 434-й. Простите, 434-й. Вот тут я тоже оговорился, но просто я, видимо, видите, вам проще, вы скрипт читаете, а мне приходится своим умом думать, потому что я за рулем. Ну и, как вы видите, у меня, по-моему, тоже получается неплохо, да? Я еще раз повторю вам фразу из этого, как вы говорите, с кредитом законом для договоров данного вида не установлена определенная форма данного вида. Данного вида. Дискуссия очень интересная такая, знаете, прям у нас с вами конструктивный диалог. Знаете, почему? Это редкость для Тинькова. Обычно сотрудники Тинькова считают неконструктивным диалог тот, который им не угоден. В нашем с вами случае я вынужден вас поздравить. Вы отвечаете. кардинально от своих коллег и даете сказать слово собеседнику. И даже я не подозреваю, вы еще и слушаете. Еще бы было полезно, чтобы вы уникали. Данного вида договоров может быть заключено сколько угодно. Правил оферт тоже, но только лишь не в отношении дал-взял. Я имею ввиду деньги. Если вы сдаете обувь в ремонт, вы здесь можете составить правила оферты, подписать акцепт и, соответственно, признать условия, которые возникают между сторонами сапожникам и тем, кому нужна хорошая обувь. То же самое может произойти и с покупкой товаров там, либо где-то еще. Но если вы кредитное учреждение, действующее на основании лицензии, выданной Центробанком, вы обязаны подчиняться закону о банках и банковской деятельности. И здесь ничего не попишешь. Я уже молчу, что у Тинькова нет банально клиентского офиса, что тоже категорически неприемлемо. Более того, Тиньков пользуется, скажем так, не пользуется, а вынужден терпеть репутацию мошенников, потому что очень много людей плачут, воют дикими слезами. Но это происходит из-за того, что они не знают, как себе вести с Тиньковым. Итак, если хотите категорично, пока у меня не будет договора с моей подписью, я ни копейки не внесу. Я написал письмо в банк, написал в головной офис в адресской экспонденции. На основании статьи 29 закона о защите прав потребителей я приостановил все платежи, приостановил, пока не получу всех документов. На основании этого закона организация, оказывающая услуги населению, обязана по первому требованию лица, которому она предоставляет услуги, предоставить все документы, касающиеся их отношений. Вот такую информацию вы можете передать и убедиться еще, что она у меня на бумаге изложена своему высшему руководству, если у вас есть такие собственно говоря функции. Скорее всего у вас нет, вы там краткий комментарий, то максимум 10 слов можете написать, потому что мне Тиньков присылал предложение работать у них. И все, что вот вы читали в свое время, когда обучались, я тоже читал, я отлично знаю, то, что вы сейчас перед лицом своим видите, и вы меня мотивировать должны на оплату, но у вас вы сами чувствуете, ничего не получится. Я прав? Да я даже не надеялся, Павел Александрович, знаете почему? Потому что я просто прочитал предыдущие комментарии сотрудников, как вы им хамили, как вы их оскорбляли. Нет, это мой братец, это мой братец двоюродный, это в его правилах глумиться над вашей братьей. Герпес Адольфович зовут, он так представляется, у него псевдоним творческий, на YouTube выкладывает. Вот я выложу, я ему тоже передам, он тоже на YouTube выложит, но здесь мы обозначим, что вменяемый сотрудник банка Тиньков. Вот у вас видимо смена только началась, вам еще не подкипали нервы, да? Да нет, на самом деле заканчиваясь уже. А, то есть вы кого-то подоили как следует, да, поэтому у вас хорошее настроение? Заработали сколько вы сегодня на нечестном своем труде? 12 часов. Нет, нет, заработали, заработали сколько вы сегодня? А, так у нас же ставка фиксирована, у нас ничего такого нет. А, то есть вы гнете спину вот за ту самую косточку уже обглотанную, ой, жаль, как жаль. Ой-ой-ой, неужели нет другой работы, а? Ну, пока нет, пока нет. Дело в том, что, понимаете, я не знаю, насколько вам приятна эта дискуссия, но я же вам говорю чистейшую правду, чистейшую, потому что Тиньков это нечестный банк, да вообще банки ни один нечестный, человек переступив порог банка, в вашем случае даже этого не сделав, потому что нет банка этого порога. Банк дистанционный, да. Да, это лажа, это полная лажа. Ой, ну ладно, это же, конечно, ваш выбор, ну что поделаешь, да, ты супружница. Павел Александрович, правильно ли я понял, сейчас, пока вам договор никто не отправит, вы в добровольный период для оплаты отказываетесь. Я даже хотел бы еще вот уточнить у вас, может быть, вы все-таки мне объясните, что такое. Так вот, про принудительный, вот это добровольно, принудительно, дело в том, что вы манипулируете вот этими фразами, терминами, которые в скрипте, да, у вас, ну уж не обижайтесь, я просто знаю всю эту ситуацию, и все, хотелось бы мне узнать, чем отличается добровольно от недобровольного. дыбы у нас. Но принудительный, это когда через суд по решению суда имеется. А что там, а что там, ну вы же понимаете, что в этом случае человек наоборот спасается, это благо. Вот я вот, допустим, спокойно, четко, конкретно пишу, говорю в своих письмах, пишу, простите, говорю сотрудникам, давайте через суд, и получите вы только, лишь только то, что я взял, и то в лучшем случае, и то, это если я сильно-сильно захочу, а как, можно так сказать, вы спросите меня, как, на что вы надеетесь, да на то, что в нашей стране, если физическое лицо грамотно защищается, взыскать с него очень тяжело. Ну вот как, ну суд подали, судья встал на сторону банка, потому что суды лоббированы к чертовой матери всеми банкирами, потому что это система, у нас государство живет за счет системы банковской, за счет того, что загоняет в стадо весь народ, а народ у нас боится, всего, не знание и страх, а легче всего испуганной толпой управлять, говорил Наполеон, и отправлял французов под пушки, под ядра пушечные. Так и у нас происходит, юноша, просто дело в том, что народ единицы берутся за ум, как я взял, подчитал, а вы знаете, сколько мне времени хватило? Две недели. И я пришел к выводу. Простите, не раз больше, можно еще раз плохо слышно? Две недели мне хватило для того, чтобы разобраться во всем, что я никому ничего не должен. в контексте закона. И даже, в принципе, в контексте по-человечески, потому что банкиры никаких денег собственного кармана не отдают. Тут честнее даже поступают, как это ни странно, микрофинансовые организации. Те хоть со своего собственного бюджета раздают деньги под дикие проценты, банкиры не несут никаких убытков, потому что они формируют свой кредитный портфель, как вы наверняка догадываетесь, из фондов, простите, Центрального банка. А Центробанк это аккумулятор всех денежных средств Российской Федерации. И те самые артерии, по которым стекаются средства. Это казначейство федеральное. А казначейство откуда питается? Из налогов. А налоги кто платит? Вы, молодой человек, я, мама моя, ваши родители, моя супруга, и бла-бла-бла-бла-бла. И в итоге, какой результат? Банк дает нам наши же деньги в виртуальном формате и требует их же вернуть, но еще и с процентами. Вот какая Петрушка получается. Вот вы где работаете. Я не против вашего выбора, потому что это ваш выбор. Но коль вы слушаете, мне очень приятно донести до вас. И это не мои выдумки, если вы возьмете отпуск на две недели и почитаете, а еще зайдете на канал Дмитрия Кузнецова. На программу. Кузнецов Дмитрий, компания Алям на Ютьюбе. Очень многое поймете. Вот так вот. Сейчас буквально одну минуту. Хотел вас сейчас спросить следующее. Как вы говорите, пытались у нас устроиться, вы должны быть понимать, что я обязан точить у вас контактную информацию. А у вас дополнительный мобильный телефон появился в связи с вами. Можете нам его назвать? Или это единственный номер? Вы понимаете, Сергей Витальевич, что вы... Евгений, простите, простите, господи, простите, я не думаю, что я вас сильно задел. Евгений Витальевич. Нет. Да, отлично. Евгений Витальевич, вы же понимаете, что вы для меня сейчас просто голос из трубки. Да, нормально. давать информацию вам какую-то личную я не намерен. Более того, даже когда говорят ваши сотрудники, что это хуже страха смерти, то это все глупости. Я вообще могу не общаться по телефону, выбрав формат переписки, потому что у нас договора нет. Договоры взаимодействуют. Согласно пункту договора, на самом деле, при 2, вы обязаны предоставить банк всю актуальную информацию. Я могу назвать личный номер. А смысл мне это? Ну и что? Ну, скажите. Ну, позвоните в банк, уточните, работайте по какой-то сотрудникам. Евгений Витальевич, вот смотрите, простой пример. Да, вот, совершенно простой вот из жизни. Звоните вы в банк. Ну, предположим, у вас карточка. Сбербанк, ну, допустим, да. И вам нужно что-то сделать с ней. Ну, я не знаю, в конце концов, узнать там какой-то баланс или что. Так, с вас... Предположим. Да. С вас сотрудник банка три шкуры снимет после, прежде чем начнет выдавать вам какую-то информацию. Данные паспорта спросят. И убедиться должен, потому что вы позвонили, вот, физическое лицо звонит в банк и сотрудник банка должен досконально убедиться, что это он. Сейчас вы мне звоните, вы мне звоните, и чтобы я вам выдавал какую-то информацию, я должен то же самое убедиться. А простое решение вопроса, простое, кодовое слово, любой банк выбирает, кодовое слово. Почему бы, когда человек заключает кредитный договор, не сформировать это кодовое слово? И, предположим, звонит мне некий Сергей Виталий, ой, простите, Евгений Витальевич, ну, уже не Тинькова, допустим, а из любого другого банка. И он спрашивает, а как я узнаю, что вы из банка звоните? А он мне говорит, кодовое слово Алибаба. Я, оп, понял, все, потому что только сотрудники банка имеют доступ к кодовому слову. Ну, это же просто? Просто. А знаете, почему так не делается? Очень просто. А не делается это, потому что, как только человек не платит, как только человек, это не делается для других клиентов, а для именно заемщиков, это делается. Как только человек перестает платить, его персона очень быстро перекочевывает на сайт специальный, сформированный банковскими аэтишниками. Но доказать причастность банков к этим сайтам нереально. Я сейчас говорю о бирже должников, которые имеют доступ любой коллектор. Там не нужно, там совсем минимум компьютерной компетенции нужно, чтобы попасть. Это я, у меня спокойно нашел, я порился, посидел два часа, я нашел бирже должников, там, десятки. И себя я нашел, потому что у меня не только в Тинькове. Спокойно, вот он, контактное лицо, то есть Пупкин Иван Иванович, док там-то, там-то, просуженный, не просуженный, значит, и номер телефона контактного лица сотрудника банка ответственного и последние четыре цифры договора. Все, звони, выясняй, работай. Представляйся ты хоть из банка, хоть из откуда, представляйся, и трепли нервы человеку. Дело в том, что таких людей, которые ведутся на этот лоховской развод, очень много. И из них и состоит наше стадо, которое спокойно может уйти под лозунгами, там, за веру и правду Сталина, Ленина и других, там, под пули и под пушки бросив своих детей и так далее. Да, это фатальный факт, очень горький. Но хотя бы здесь, в моем случае, я в этом стадии не состою. Я требую, чтобы мои права были соблюдены. Если банк себя считает пострадавшей стороной, то есть, понесшей определенные финансовые убытки, я претендую на официальные разбирательства. Пожалуйста, выставляйте мне окончательное требование, подавайте исковое заявление в суд и будем работать в суде. Судебный приказ, как вы понимаете, здесь бессмысленный, я его отменю максимально быстро, как только увижу его, что он у меня есть. Тут же отменю его, вы знаете, судебно-приказное производство, он как выпускается, так же моментально, быстро, на основании 129-й статьи и отменяется. Вот такая ситуация. А если передадут коллекторам, то прежде, на основании 230-го федерального закона статьи 9, банк должен меня уведомить, кому передал. И этого никогда не происходит, потому что банк просто передает информацию о должнике, куда? На те самые сайты биржи должников, откуда любой, кому не лень, может взять информацию и стричь причем банковская система устроена так, что если коллектор ищет этого человека постричь как следует, он заключит на основании этого человека договор с банком и любая денежка, которую внесет человек с уговоров либо с требований коллектора. Друзья, но, к сожалению, там связь прервалась, может этот не выдержал, может быть действительно технически, потому что больше 20 минут переговорный процесс шел, а я продолжу, что как только человек начинает нести, тогда уже коллекторы действительно связываются с банком, фиксируют эти отношения, что вот этот несет, потому что мы с ним работаем. И банк определенным чисто механическим образом перечисляет деньги за каждую денежку, которую заносит этот человек в банк, а уже идет какая-то подачка самим коллектором. Причем подачка это значительно, не думайте, что они там за 10% работают, руководство именно компании получает до 70% от занесенных денег. То есть, если вы занесли в банк тысячу рублей в надежде, что что-то там произойдет, что-то изменится, имейте ввиду, что в лучшем случае из этих тысячи рублей 500 пойдет к вам на счет, а 500 уйдет коллекторам. Но это в лучшем случае. Из этих 500 рублей понятно. В первую очередь по этой схеме незаконной погашается сначала штраф, и то этих денег на штраф не хватает, и все, как в пропасть эти деньги, понимаете, в никуда, в бездну. Штраф, даже на штраф, на погашение штрафа не хватило, этот штраф растет, 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 и ваша сумма бесконечная становится. Вот так. Если вы не хотите в никуда деньги носить, до конца своей жизни, то посмотрите пожалуйста в описании этого ролика, да и любого другого на нашем канале, есть ссылочка на наш сайт. На сайте есть видео, презентация как устроена работа кредитных юристов компании Лям. Что мы делаем для тех, кто хочет встать под юридическую защиту и покончить наконец с этим беспределом банковским. Сколько наша работа стоит, сколько она длится, почему это выгоднее намного, чем платить в никуда, неизвестно зачем и почему и кому самое главное. Ну, очень много, все там по полочкам что называется разложено. Если вам все нравится, пожалуйста, оставляйте заявку и мы вам перезвоним в рабочее время. Ну, а за ролик лайк, если понравился репост в соцсетях, поделитесь пожалуйста в соцсетях любыми другими роликами. В группу ВКонтакте вступайте, ссылочка на группу в описании тоже ролика есть. С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании Голям. До свидания, друзья.